Вступил в силу девятый пакет санкций против России, которая ведет жестокую войну против Украины, в которой попали 150 физических и юридических лиц. Наконец, среди них оказался российский режиссер-путинист Никита Михалков, певец Григорий Лепс, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким и другие. Теперь Никита Михалков не увидит свою виллу в Тоскане. По месте режиссера близ городка Татте в провинции Гроссета, вместе с виноградниками занимает площадь несколько десятков гектаров, пишет телеграм-канал Немалахов. Корчевников угодил в санкционные списки из-за того, что считает Европу и Запад безбожием, а Михалкова внесли туда за политические высказывания на своем канале. Но Никита Сергеевич даже рад такому исходу. Но я прямо горд, что наш с вами Бесогон смотрят все. Ранее стало известно, что скандальный Никита Михалков оказывается болен. Как сообщает пропагандистская медиагазета Ру, Никите Михалкову не здоровится у себя в имении. Стало также известно о том, что режиссер приостановил работу над своей последней кинолентой. Он заболел потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то, может быть, будет дальше, но пока об этом разговора нет, поделился свежими новостями композитор, автор главных советских кинохитов Эдуард Артемьев. Между тем, путинист, активно поддерживающий войну в Украине, решил продолжать работать с театром.